Вчера пришло тоже обращение от жителей села Никольская Казакова. Они говорят, что когда вы были на встрече, то они поднимали вопрос работы, точнее не работы инспектора. Он получает зарплату, но ничего не делает. Якобы на той встрече давали ей месяц испытательного срока. То есть будет она, начнет работать, не начнет. Вчера жалоба повторилась, что ничего она не делает. Соответственно, будут ли приняты какие-то меры, может быть какая-то очередная встреча, может быть какая-то новая кандидатура будет. По поводу той встречи, которая у нас была, потом была еще более жаркая встреча, на которой присутствовали, также присутствовало все село. Был Шмигельский Дмитрий Александрович, со стороны администрации присутствовала Матазова Елена Александровна. Были очень большие споры по работе существующего инспектора. Плюс хотели нового инспектора. Село очень полярно разделилось в работе существующего инспектора и того инспектора, который они предлагали. Елена Александровна, если на подключении Матазова, скажите, пожалуйста, какое принято решение все-таки Шмигельским Дмитрием Александровичем или исполняющему обязанности, кто сейчас исполняет его функции. Так, пожалуйста, исполняющего обязанности, Алена Александровна, кажется, исполняющего обязанности в эква-труксе муниципального образования. Матазова Елена Александрович, со стороны администрации, со стороны администрации, со стороны администрации, у нас и является, да, работает. Все поручения, которые ей дают, она выполняет. Там село, как правильно вы сказали, поделилось на два лагеря. И если даже мы сейчас поставим того инспектора, которого хотят вторая половина, то будут также возмущения от второй половины. Поэтому на том сходе было принято решение большинством граждан, что оставите этого инспектора. Совершенно верно. Поэтому, да, картина была на самом деле очень такая возбужденная, яркая. Но, тем не менее, именно большинством голосов, которые именно жители проголосовали, хотя надо честно сказать, это полномочия главы бэква-труксского муниципального района, но нам не безразлично мнение именно жителей в каждом селе, какой инспектор непосредственно с ними работает. На данный момент большинством голосов функции инспектора по Никольск-Казаково, по селу Никольск-Казаково сохранены за существующим инспектором. Надеюсь, что все претензии и все недовольства по качеству ее работы, которые были высказаны, она примет как должное и наведет, так сказать, взаимоотношения и с жителями, и самое главное, будет полностью со всеми работать. Мы этот вопрос держим на контроле и обязательно периодически, раз в месяц, будем снимать мнение жителей по работе инспектора в Никольск-Казаково. Ну а куда можно жителям обращаться, если, например, они видят, что не дорабатывает человек, может быть, как-то помочь ему доработать? Значит, первое, если он не дорабатывает, как им кажется, это проходит в том числе и в сходы граждан. Второе, следующий руководитель – это Мигельский Дмитрий Александрович. Ну, если что-то происходит не так, пожалуйста, мой телефон всегда открыт, жители его знают, я выхожу на обратную связь практически день в день. Поэтому никто не замыкается. Если произойдет какая-то критическая ситуация, то тут уже будем принимать части. Но там, сколько встреч я проводил, там очень много присутствует исключительно межличностного взаимоотношений между одной жительницей и второй. Я бы сейчас, наверное, публично это дело не стал озвучивать, но все, кто с этой темой соприкасался, знают, о чем идет речь. Там межличностные взаимоотношения. Все, спасибо большое. Одного и второго человека, так сказать. Ну, а в целом на село, естественно, обращаю внимание, как по дорогам, о которых люди говорили, по поводу интернета. Мы встречались специально с Ростелекомом, с тем, чтобы они максимально протянули это оптиковолокно, хоть, конечно, это очень дорогое удовольствие, но тем не менее мы об этом их очень сильно просили. Ну и, конечно же, максимально восстановить совместные усилия, и в том числе и с местным, с поддержкой местного фермера. Тут так называемое здание бывшей школы для времяпрепровождения. Остановочный павильон там меняется по требованию жителей и по просьбе жителей. Поэтому всю эту работу мы обязательно проведем совместно. Субтитры создавал DimaTorzok